Эфир из бочки. Два бородатых мужика сидят в темном... Добрый вечер. Здорово. Добрый вечер, добрый вечер. Да, сразу к делу перейду. В общем, задумался тут вот недавно, был с девочкой на свидании, понял, что по ценностям очень жестко расходимся, но... Сейчас, подожди, скажи тебе лет, как тебя зовут и где ты живешь, чем занимаешься? Мне 21, живу в Москве, зовут Дима. Занимаюсь проектированием нефтяной артерии, портфельным управлением, финансовой аналитикой и так далее. Такими штуками. Ну, стремлюсь, стараюсь. И да, вот тоже писал про ценности, там вопросы закидывал. Ну, тяжело найти реально вот таких девочек, которые могли бы поддержать что-то меня интересующие темы. Ну, такое вот что-то... А какие темы тебя интересуют? Ну, вещи, связанные с наукой, какими-то прорывами, например, в разных областях знаний, с экономикой, не знаю, с саморазвитием, ну и так далее. Вот, собственно, да, вот хочу построить отношения, цель конечная, чтобы вот на постоянку девочка была. И сейчас вот в активном поиске, где тут через сайты знакомства смотрю, и так хожу, встречаюсь в студенческом кругу. Ну, собственно, вот вопрос в чем заключается. Есть ли вот у вас какой-то ряд вопросов, ряд тем для обсуждения на свидании, которые вы обязательно вот на каждом, с каждой девочкой, независимо от ее интересов, поднимаете? И эти вопросы, они правильно помогают лучше узнать человека и построить свою модель поведения, в соответствии с этим, скажем так. Безусловно. Вот у меня уже есть для тебя пару вопросов. Да, я готов здесь. Вот тебе 21. Ты уже хочешь отношения. Я правильно тебя понимаю? Да. То есть, правильно, а что вот, я когда слышу вот это, отношения, это какая-то, я не знаю, непонятная для многих людей абсолютно в моем понимании, что это такое. Тебе отношения нужны для чего в 21? Я ничего против не имею, я просто хочу твои мысли услышать. Первое, ну в общем, короче, если в общем говорить, я человек технически, закрыть потребности. Но если детализировать, могу назвать какие как бы. Стоп, стоп, закрыть потребности? Ну в чем, да, детализируй в двух словах. Да, да, конечно, это очень важно, самое главное. Во-первых, биологически. Я хочу узнать. Биологически, ну секс, второе, это в общении. И третье, в совместном саморазвитии, вот, да, я бы так это назвал. Совместное саморазвитие. То есть, сейчас я культурно-культурно попытаюсь, ты человек технический, тебе также технически подойдем. В твоем понимании, если общаешься с девушкой, для тебя интересуют научные какие-то темы, я правильно понял? Да. Ну лайфстайл тоже. Экономика и так далее. Вот давай так, вот мы сейчас общаемся. Ну или, допустим, вот с Вовой вот встретишься, пообщаешься. Как ты думаешь, тебе будет с ним интересно общаться? Сложно сказать. Ну, в частности, по поводу пикапа, по поводу тем... Топ-топ-топ-топ, в общем жизни, вот просто, вот в общем жизни тебе будет... Безусловно, да, потому что есть общие ценности. А ты вопрос, а я тебя спешу разочаровать. Ни научные темы он тебе, скорее всего, не поддерживает, ни экономические. А как вы будете общаться? С какой стати тебе интересуют? А, ну здесь, хорошо, но так как я, у меня цель, это его, моя цель, это его круг компетенций, в общем. Вот это уже автоматически, мне интересно, не знаю, будет ли ему интересно со мной. Так вот, тогда к тебе-то и вопрос у меня в связи с этим. Тебе женщина для чего нужна? Ну, для трех потребностей закрывать. Или политику обсудить, или проблемы экономики, там, ВВП обсудить, страны, и что? Давай я сейчас немножко вставлю, а потом продолжит Тигран. Немножко вставлю, это звучит как... Смотри, ну у нас тут как группа ух какая-то, да ладно, не суть, смотри. Я сейчас прям ненадолго вклинюсь, то есть, я спешу тебя разочаровать из своего опыта, опять же. Он тоже не является, там, истинной в последней инстанции, он просто достаточно богатый в плане свиданий, там, секса, ну и каких-то, там, скажем, общений с женщинами, давай так. Женщин, которые могут поддержать тему экономики, там, научных прорывов каких-то, там, не знаю, об IPO с каком-то там с тобой поговорить. Там акции. Их достаточно мало. Их, блядь, критически мало. Понимаешь, просто их катастрофически мало. При этом, как бы, есть такие женщины, да, они прям, вот, как сказать, они прям умные такие-то, такие, ты можешь такую встретить. Но, это к чему вопрос вел Тигран, и сейчас я, собственно, буквально через минуту умолкаю, что... А это ли для тебя важно в отношениях? То есть, допустим, она будет охренеть, как с тобой, там, разговаривать про акции, там, она тебе будет говорить, Блядь, сегодня фьючерсы пизданулись, короче, братан, завтра то-то... Ну, я не знаю, я вообще от этого далек, как, не знаю, сейчас от Сатурна или Плутона какого-то. Смотри, или там, понимаешь, у нас, вот, так сказать, гранты не выдаются вот на сферу, там, не знаю, блядь, там, ядерной физики. Ну, я не знаю, что-то. Я сейчас набор слов говорю, простите, извините. Но при этом она будет абсолютно никакая, там, я не знаю, в общении, как человек. То есть, тебе нравятся обнимашки, то есть, она тебя не обнимает. Там, ты любишь, не знаю, там, собачек и кошечек, она их не любит, она их ногами пинает, когда вы идете по улице. Она нахуй шлет твоих родителей, говорит, мама, пошла нахуй, передай ей, короче, прям от меня передай, вот, пусть туда идет. Она там, не знаю, храпит, как последняя тварь вообще, не знаю, она не умеет готовить. И когда ты говоришь, дорогая, ты не могла бы мне приготовить суп? Пошел нахуй! Ну, то есть, допустим, я утрирую очень сильно. Да, надо приготовить сам, короче. Я что, тебе тут кухар? Ну, то есть, вот так. И плюс еще она, допустим, я сейчас говорю, прям самые примитивные какие-то вещи. Ну, не одним бытом женщина оценивается, безусловно, да. То есть, она там, я не знаю, дома просто насырена так, что уже, не знаю, ты перешагиваешь через пыль, короче. Ну, то есть, вот она вот такая. Плюс она говорит тебе, о друзьях забудь, пойдешь к друзьям, я от тебя соберу чемодан и уйду. И вот тот друг твой мне не нравится, он на пидора похож вообще, так ему и перелетать. Но при этом у нее будет все круто с темами для обсуждения атомной физики, там, акты и так далее. Это будет тебя устраивать? Нет, безусловно. Почему это, блядь? Атомная физика же рулит или что там, я не знаю. Ну, потому что неполноценная уже личность в плане, не во всем, получается, будет подходить мне. И теперь слово Тиграну. А с тобой, кроме как о научных каких-то тем и экономике, есть о чем поговорить? Как ты думаешь? Пожалуй, да, но... Стоп, стоп. Пожалуй, да, но. Почему но? Но, потому что вот в том, что я назвал первое, это мои прям сильные стороны, то есть я в них хорош, а вот... Вот отлично. Вот ты сам и ответил, по сути, на этот вопрос. Тебе интересно, чтобы они это интересовались. Почему? Потому что только в этих темах ты себя чувствуешь комфортно. Потому что в этих темах разбираешься. Понимаешь ты это? Подразумеваете под словом «она не развивается». Что это означает? Зачем тогда ты с ней вообще начал какие-то отношения? Вот я просто вот логику включаю. Без всяких там эмоций. Вот просто ты технический человек, ты должен тем более понять это. Ты с ней познакомился. Примерно понял, что она за человек, да? Примерно понял. Теперь вопрос. Ты с ней, ну, допустим, типа строишь какие-то отношения. Для чего? В моем понимании отношения нужны только для одного, чтобы создать семью. Если у тебя нет цели создать семью, зачем тебе эти отношения? Зачем это? Это же геморрой. Просто встречайтесь и трахайтесь. В чем проблема? Ты молодой парень. Ну, как бы наслаждайся тогда жизнью, если ты к этому еще не готов. Зачем тебе это? Зачем себя ограничивать в чем-то, если ты этого не хочешь? Потому что, ну, все-таки семья – это ответственность. Понимаешь? И в семье, когда это уже семья, там есть как бы женщина, есть мужчина. Есть разные роли и функции и так далее. И как бы понятно, что неплохо, когда вы совместно развиваетесь, но женщина развивает с учетом своих женских особенностей, и мужчина с учетом своих мужских особенностей. Это, ну, несравнимые, несопоставимые вещи, понимаешь? Вот смотри, я сейчас перебью тебя, потом скажешь. По поводу твоих интересов, что тебе интересно, мы примерно решили вопрос. Задумаешься потом. Ну, не будем сейчас в рамках этого эфира. Ну, ты задумайся над этим. По поводу теперь второго. Это самое главное. В моем понимании, опять же, я свою мысль не навязываю никому. Просто задумайтесь. Ваше – это не ваше, а там решайте. Если эта женщина вас интересует просто, вам с ней интересно пообщаться и как бы там какой-то секс, но не более, зачем она вам тогда? Ну, делайте то же самое, но не ограничивая. Ну, можно разные, там, есть люди, можно с разными людьми это попробовать. Но если ты говоришь про отношения конкретно, это твои слова были, я поэтому за них зацепился, если ты говоришь за отношения, тогда, соответственно, и подходи к этому вопросу технически. У меня есть, короче, короткая, как сказать, диагноз всей этой беседы просто сейчас. Да, будет интересно. Мы немножко разовьем тему с разных сторон, как бы я могу ошибаться, да, но я больше, чем уверен, что вот это сейчас вообще наш диалог, триалог, я бы даже сказал, он, знаешь, как бы причина его такая. То есть ты ходишь на свидание с девушками, ты там можешь разговаривать с ними только о вот этих вещах, в которых ты шаришь, в которых ты разбираешься. Вот, понимаешь, ну, грубо говоря, для них это выглядит как занудство, потому что она хочет эмоций, то есть, ну, на первом свидании, да. Понятно, что, ну, там, к сожалению, мир не настолько умен, как ты, да, то есть и бабы, они, в принципе, более примитивные существа, да. Ей хочется платьишко, мороженку на морюшко, там, потрахаться, не знаю, целовашек, обнимашек, приготовить суп для своего любимого. Ну, я сейчас, может быть, немножко, там, утрирую, не надо на меня обижаться, есть женщины. То есть она приходит, блядь, на свидание, симпатичный парень, там, в очках, вроде не дебил, там, да. Но, блядь, он начинает втирать ей абсолютно, как бы, занудные, есть такой термин, вещи, да. Ты знаешь, вот там, типа, блядь, там поползли, там, фьючерсы, не знаю, там, эти самые, там, что-то, ну, там, про какую-то физику. Она не хочет этого на свидании. Она хочет, чтобы вы там угорали, флиртовали, то есть, чтобы была раскачка по эмоциям, чтобы ты ее трогал, обнимал, целовал, там, и так далее. И я больше, чем уверен, что поскольку у тебя там навыков нет, ну, вот, как бы, единственное, есть пару, там, узких достаточно тем, в которых ты глубоко, скажем, разбираешься. И ты, вместо того, чтобы, как бы, ну, так сказать, шире, там, расширять свои какие-то, ну, инструменты для сближения, ты каждой женщине херачишь про вот эти свои темы. Может быть, думаешь, что я сейчас буду их говорить, и, сука, покажусь умным, и она подумает, блядь, я умный. Женщины очень любят умных мужчин. Но, понимаешь, они любят умных. Умный – это который по жизни умный, понимаешь? Это мудрый. Это не тот, который, там, закончил, там, пять образований, там, и так далее, там, хрен знает. Он вообще по жизни во всех сферах должен очень шарить во всем, понимаешь? Она такая, да, заебись, я с ним не пропаду. Я к нему начинаю испытывать влечение, потому что он, ну, с ним я точно, сука, не пропаду. Понимаешь? Сильный ген. А ты, я сейчас опять долго говорю, ты, скорее всего, просто там общаешься только на эти темы, потому что по-другому не умеешь. Они тебя воспринимают как зануду. Они сливаются, а ты обернул это все так, что, мол, блядь, да это мне с ними неинтересно. Они какие-то дуры, они не могут со мной поговорить про физику. И когда я им рассказываю, они такие, ага, ага, ага. То есть, понимаешь, скорее всего, дело в этом. Я предполагаю, не факт, что это так, но я уверен, что вот в этом есть истина. Как думаешь? Ну, вообще, пытаюсь, стараюсь всякие закидывать, да, такие мудрости тоже. Зачем? Да, согласен, не хватает. Ты знаешь, ты можешь привезти коньяк водопоя, но не заставишь его пить. Зачем, блядь? Ну, да, да, ты в этой серии. Ну, потому что в другой... Я могу даже сразу сказать, смотри, You can take a horse to the water, but you can't make him drink. Yeah. Ну, как бы, это... И Тигран в это время же должен языком мне в ухо полезть, по идее, да, от возбуждения или что? От интереса ко мне как к мужчине, то есть, ну, как бы... Зачем им твои ухо, братан? Скажу зачем, я просто знаю, что есть категория девушек, наверное, как ты сказал, узкая, да, которая, которая прям полезет, реально, от этого, вот. Это те, кто, ну, как бы, волшебный Гендальф тебе рассказал это в твоем прекрасном сне, как бы, хорошо. Ну, понимаешь? Ну, знакомый. Это неэффективно, говоря твоим техническим языком, понимаешь? Давай твоим языком, ну, если ты в этом что-то там меня поймешь, то есть, понимаешь, как бы... Разве так, ты любишь футбол? Ну, нет, ну, в детстве люблю. Вот, я-то я скажу, вот представь, ты попадаешь... Ты попадаешь в компанию, где разговаривают только о футболе. Тебе будет там, ну, скажем так, приятно, интересно? Сейчас, да, но мне неинтересно. Вот, смотри. И так же, и, как Вова сказал, количество женщин, которым это будет интересно, ну, это процент очень... Ну, да, то есть ты сам себе сужаешь этот поиск, как бы, и опять же, ей может быть интересно вот это, то, что ты говоришь. Но там могут быть побочные эффекты. Ну, сука, редко... Это один случай на миллион, когда ты найдешь идеальную. Она и трахается охеренно, и вообще прикольная, и веселая, и добрая, и кушать там готовит вкусно. Это все в ней. Еще и, короче, там, как давай пиздеть про физику. Ну, чувак, надеяться на это, это неэффективно твоим языком, понимаешь? Лучше, как бы, нарастить какие-то скиллы вширь, и, скажем так, вот этот пул женщин, которые будут на тебя реагировать более позитивно, он увеличится, расширится, понимаешь? А ты говоришь, нет, у меня есть только один узкий скилл, я буду херачить. Нет, пошла нахер, нет, пошла... Вернее, они говорят, иди нафиг, то есть, скорее всего, они не вызваниваются, но тебе удобнее вместо того, чтобы сказать, блядь, у меня проблема, мне не хватает каких-то скиллов и навыков. Это очень, кстати, распространенная штука. Человеку себя признать виноватым, ну, не то, что виноватым, это не то слово, ну, как бы, с причиной неких неудач, скажем так. Ему очень не хочется. И он лучше все-таки скажет, да нет, это с ними что-то не так, блядь, они со мной про науку. Потому что... Тогда ты не признаешь, что у тебя есть недостаток скиллов, мужик. Понятно. Владимир, извиняюсь, у меня время, к сожалению, тут нужно бежать. Я тебя понял, ну и, в принципе, мы уже закончили тут с тобой как бы. Очень интересно. Надеюсь, это было полезно, мужик. Задумайся над этим. Спасибо. До свидания. Давай, все добро. Ребятушки, здорово еще раз. Если уж, как говорится, само видео было снято в темноте, это отрывок из нашего прямого эфира в инстаграме, то, я думаю, пусть тогда и продолжение, и финал его будет тоже в темноте в тачке. Слушайте, значит, у меня к вам такая просьба. Во-первых, напишите в комментариях, как вам такой формат, если мы будем выкладывать разборы живых людей. Во-вторых, кто хочет поучаствовать в подобном разборе, welcome ко мне в инстаграм, ссылка здесь под видео. Мы здесь относительно регулярно проводим эти разборы. Если сейчас этот формат зайдет, будут разборы значительно чаще. Вот, подписывайтесь, смотрите за новостями. И, в общем, буду рад разобрать там персонально каждого желающего. Естественно, что хочется, чтобы были вопросы от вас нормальные. Лица ваши закроем. Если кто-то переживает сильно, что там его видят. Если не переживает, то хотелось бы, чтобы лицо было открыто. Вот. Ну и, собственно, напишите, как вам такой формат. И, ребятушки, я вас всех жду на ближайшей майской практике в Москве. Это будет грандиозное праздничное событие с 30 апреля по 3 мая. Москва, 4 дня. Я вместе с моей командой, куча красивых женщин. Праздники, отличная погода, я надеюсь. И это будет намного круче, чем съездить на шашлыки. И шлахивые, конечно, это всегда успеете. Все. Ссылки под видео, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok